Друзья, привет! Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. С вами Кристина. Сегодня, как я и обещала, будет уютное эко-видео. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь. Оно будет очень полезное и интересное. Я вам обещаю. Продолжение следует... Там много классного, интересного. Там я появляюсь намного чаще и много полезного контента даю. Все ссылки будут под видео. Заглядывайте. В моем инстаграм уже есть парочка интересных постов с эко-привычками. Я вам обязательно оставлю фотографии здесь. Вы можете пойти под них и почитать очень много полезной информации. Я читаю все только на достоверных сайтах. Подписано на интересные аккаунты, которые я вам хочу порекомендовать. Это WWF Russia. Они рассказывают не только про животных, но и про экологию. Вообще, если вам интересна эта тема, конечно же. Если не интересно, то я надеюсь, что к концу видео вы все-таки станете капельку осознанней и заинтересуетесь хоть чем-то, что я вам сегодня расскажу. А также я вам рекомендую подписаться на официальную страницу Greenpeace Russia. Тоже там очень много полезного. Рассказывают про экспедиции, дают интересные статьи, тоже достоверные, которые основываются на мировых масштабных исследованиях, либо на всероссийских, ну тоже масштабных достаточно исследованиях. Сегодня я подготовила первые 10 эко-привычек, которые при внедрении в свою жизнь сделают нашу планету немножечко чище. На планете, напомню вам, живет 7,7 по-моему миллиардов человек. Это колоссальная цифра. И представляете, сколько мусора и сколько вреда каждый человек приносит природе. Давайте начнем 10 экологических привычек. Первая эко-привычка, я думаю, вы догадались, я всегда везде ее пропагандирую, это эко-пакеты, шоперы, сумки и авоськи. У меня пока нет авоськи, но у меня большое разнообразие шоперов. Сейчас я вам их покажу. Вообще самая первая сумка, которая у меня появилась, это сумка, которую сшила бабушка. Выглядит она вот так. Она сделана из такой баллонки, знаете, из них еще зонты изготавливают. Очень простая такая вот сумочка на маленьких ручках. Я сразу в нее влюбилась и стала часто ходить в магазин, не всегда, потому что это было только начало моего пути в эко-мир, открытие такое. И я часто забывала, сейчас Гришу тоже бывает в другую сумку, у женщины у них 15 сумок, складываю один-два пакета и, собственно, забываю положить, когда беру другую сумку. Вообще мы вот такие пакеты дома используем для хранения картошки, морковки. Сейчас сезон помидорок созревших. Все вот в таких мешочках это очень удобно. У меня он не один. Следующий шоппер это подарок, который я получила на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Я выбрала себе там вот такой вот шоппер из хлопка. И мне очень нравится не хлопка, это, наверное, все-таки лен. Здесь символика Росатома нашего, нашей российской атомной промышленности. И я даже не обращаю на нее внимания. Мне очень нравится качество сумки, что здесь длинная ручка, очень удобная, комфортная в использовании. Следующий шоппер, который у меня появился, его мне сшила девушка из нашего города. Я вам ссылку на нее оставлю и подпишу, что это именно из лесного, если вы вдруг с моего города смотрите. Вот такие простые шопперы тоже наподобие на ткань. Может это хлопок, плохо, когда ты не разбираешься в тканях. У меня ее используют в семье все, кроме меня, потому что я не успеваю. У нее средней длины ручки, это очень удобно брать с собой. Но самое интересное, месяц назад я нашла офигенный магазин с шопперами, который хочу вам порекомендовать. И как блогер я написала девушке и попросила для вас промокодик, чтобы сделать вам бесплатную доставку. Знаете, я по себе знаю, сколько стоит доставка по России, даже вот недалеко от вас. Это что-то с чем-то, конечно. Поэтому бесплатная доставка это очень приятный бонус. Обязательно используйте его. Это мой ник на YouTube, Крисан. И вы получите бесплатную доставочку. Ну и, конечно же, я вам хочу показать эту красоту. Этот шоппер уже сделан намного качественнее, чем тот же от Росатома. Ткань похожа, но я хочу сказать, что здесь такие аккуратные, красивые швы. Ручки чуть более широкие. И самое главное, это оформление. Вы можете выбрать любое оформление. Я вам обязательно оставлю ссылку на этот магазин. Называется интернет-магазин Zida Bag. Это рисунок, который перенесли посредством печати на сумку. Я думаю, что вы можете заказать вообще все, что вашей фантазии угодно. И художники вам нарисуют, переведут, сделают. Я выбрала такой немножко психоделический рисунок. Мне кажется, что сумка намного прочнее и толще, чем вот эти вот все предыдущие, которые я вам показывала. И, честно говоря, я ее таскаю абсолютно везде. Я в ней ношу не только продукты. Я в нее складываю все. Еду на пикник, наполняя именно эту сумку. Еду в магазин за одеждой, складываю ее вот сюда. Никогда практически не беру пакеты, если мне предлагают. Ну, например, что-то сыпучее покупая, мне предлагают еще в отдельный пакет положить. Я всегда отказываюсь и складываю все вот в эту сумку. Хочу заметить, что здесь еще такое вот широкое дно. Не у всех сумок оно такое. У этой просто плоское. И у вот этой, например, возьмем вот эти две, тоже просто плоское. Это очень удобно. Стирать ее нужно очень аккуратно, чтобы рисунок не потрескался. Но у меня он не потрескался. И, конечно же, выглаживать будете вы их очень долго. Но это того стоит. Не забывайте воспользоваться промокодом. И вообще заглянуть в интернет-магазин Zida Bag. Ну и про авоську. Я пока не знаю, где ее взять. Я хочу сплести сама. Но как-то руки не доходят. Проще вроде бы и купить. Я еще работаю над этим вопросом. Думаю. Обязательно, кстати, вам оставлю, если вы хотите сами сшить шоппер. У меня есть видео. Я нашла интересный и простой ролик, по которому сама хотела сшить. Но, в принципе, пока у меня есть минимум пять сумок, которые я могу использовать. Я использую и не шью себе новых. Следующая эко-привычка. Она немножко похожа на предыдущую. Это хранение и покупка в эко-мешочках. Пока что у меня есть вот такие льняные. Они шли у меня вместе с шоппером, который мне сшила Катя. Вот этот вот шоппер на средних ручках черных. 11 мешочков. Это наиболее плотненькие такие мешочки. Но, знаете, я уже с ними ходила в магнит, в монетку, в пятерку. Мне везде завешивали. Никаких проблем. Просто эти плотные мешочки добавляют вам вес, за который вы будете платить. Если вы этого не хотите, то я вам обязательно вставлю картинку. Можно заказать себе сетчатые мешочки. Они намного удобнее. Потом обязательно в дальнейших эко-видео я вам покажу их. Но зачем тогда мне вот эти льняные? В них очень удобно хранить домашние яйца в холодильнике, фрукты, овощи, которые не хранятся в холодильнике. В холодильнике я просто храню овощи в тарелках, в чашах, в блюдах, либо на полочке. Смотря, что это за фрукт-овощь. Также можно здесь хранить крупы. Это очень удобно. Орешки кедровые, например. У меня есть тоже эко-пост с вот такой красивой фотографией. И там я как раз задействовала именно эти мешочки. Они легко стираются, легко гладятся, относительно легко. Некоторые идут у меня с завязками, которые можно обвязать вокруг горлышка. И получаются вот такие мешочки. А некоторые уже идут с овшитой веревочкой. Все мешочки разного размера. От очень больших до супер вот таких маленьких. У меня есть вот такой кармашек, который можно носить. Вот он. Маленький. Внутри кнопочка. Подразумевает, что я сама ее пришью или приклею. Его можно использовать для средств личной гигиены. Носить в школу, в университет, на работу очень удобно. И опять же, экологично. Следующая эко-привычка. Использовать многоразовые бутылки, конечно же. И термокружки. У меня из бутылок сейчас вот такая. Это по типу MyBottle. Я купила вообще в магазине по акции за 50 рублей, наверное. Здесь написано, да пребудет с тобой спорт. Но я купила просто потому, что моя MyBottle стала уже непригодная к использованию. Я ей пользовалась, наверное, года с 2013. И вот только сейчас, год назад, заменила на вот эту. Она уже, ну правда, пришла в негодность. Она несколько распадала. Она сделана из плотного пластика. Хочу вообще себе взять немножко другую бутылку со спортивным горлышком. Но поищу. У нас вроде есть такие магазины, где продаются эти бутылки. Я забыла, как называется эта фирма. А вот эту я купила по акции в постоянных распродажах. В Галамарте всегда можно найти. По-моему, в Фикс Прайсе сейчас есть. Ну, либо Алиэкспресс. Там тоже есть. И, кстати, в Модисе еще видела. Не только такую вообще многоразовые бутылки. Это класс. Я в них ношу не только воду, компоты. Делаю часто фруктовую воду. Одно время летом я вообще просто обожала именно здесь делать. Сейчас у меня есть стеклянный диспенсер, в котором я делаю. Потом сюда переливаю. Очень удобно. И пластик не попадает в ваш организм. Ну, и, конечно же, термосы и термокружки. У меня вот в наличии сейчас я вам принесла свой мини-термос, который мне дарили на день рождения, в году в 2015. Я все еще активно им пользуюсь. Всегда беру с собой чай, если мы куда-то едем в другой город. Или, например, за грибами летом. Очень удобно. Так что присмотритесь. В Галамарте вообще огромное количество классных, интересных, красивых термосов. Если нет, то загляните в экспресс. Там, кстати, бутылок вообще просто огромное количество. Термосы, по-моему, тоже есть. Ну, и термокружки. Я вам вставлю вот сюда свою. Она сейчас у меня не в наличии, потому что муж уехал с ней. Тоже ее очень люблю. Использую постоянно, когда иду на прогулку. Тем более, если я иду одна, это очень удобно. Я хожу в наушниках, слушаю музыку или книгу, или видео смотрю на скамейке. И попиваю чаечек, ромашку, какао, кофе. Всегда напитки у меня под настроение. И термокружка это вообще супер вещь. И очень жаль, что в наших кофейнях не наливают кофе с собой. Вместо использования бумажных стаканчиков, которые тоже покрыты пластиковой оболочкой. И разлагаются они тоже очень и очень долго. Следующий пункт связан со сдачей. Я вас призываю сдавать лампочки. А вот, например, то, что я собираюсь сдать на днях, это батарейки. У меня они хранятся просто в мешочке, потому что первая батарейка села у меня на работе. И я категорически запретила выкидывать коллегам, они начали мне складывать батарейки офисные в отдельный мешочек. Ну и, конечно же, дома я начала менять по мере разрежения батарейки и складывать их сюда. Если вы не знаете, где принимают у нас, то в РКЦ можно прийти и сдать эти батарейки за бесплатно, за просто так. Вам ничего не надо будет платить. И там их утилизируют правильно. По крайней мере, хочется верить, что это действительно так, и их не просто выбрасывают где-то отдельно на помойке, а утилизируют. Так же, конечно, и с лампочками. Я надеюсь, вы поняли, про какие лампочки я говорю. Пятая привычка, и я пока ее не придерживаюсь, очень хотелось бы, но у меня пока с трудом получается, это сортировка мусора. Вообще, на работе я начала прививать сортировку бумаги отдельно от мусора. Не знаю, как долго с коллегами будем с этим справляться. А дома я, конечно же, не придерживаюсь этого. И вообще, дома я бумагу практически не использую. Имею в виду А4, вот обычные, на которых пишут тетради, те же самые книги я не выбрасываю. А если выбрасываю, то я их утилизирую немножко по-другому. Отвожу в сад, и мы разжигаем мангал или печку с помощью этой бумаги. И я думаю, что это куда эффективнее, чем это все пойдет на помойку. Потому что зола, которая остается после бумаги, идет как удобрение для картошки и других овощей. Здесь я много говорить не буду, потому что сама я этого не придерживаюсь, но очень активно слежу за блогерами экологическими, которые, можно так сказать, экологические блогеры, экоблогеры, назовем их так, которые сортируют мусор. И какое-то терпение, они моют каждую баночку, каждую бутылочку пластика. А пластика бывает такое огромное количество видов, и они каждый рассортировывают в отдельный ящик, в отдельный контейнер, и потом едут сдавать. Я пока себе эту привычку прививаю потихоньку, но все-таки маленькими шагами иду к этому. Ну и, конечно же, отдельно пищевой мусор на какую-нибудь компостную яму в сад отвезти будет намного проще, чем вы скидываете, и это все гниет в мусоропроводе, и ждет, пока это все вывезут на помойке, а потом там такая стоит. А потом это все гнилье выбрасывают, животные это все едят. А если это еще в какой-нибудь пластиковой упаковке, например, поели семечек в мешочек или в банку какую-нибудь скинули и выкинули, то ни с крылушки не разложится, ни банка. Зачем? Следующая привычка, тоже очень классная, стараясь ее придерживаться, это изготовление косметики своими руками. Если вы не знали, например, то в скрабах, во многих даже, на которых есть наклейка ЭКО, используется микропластик, с помощью которого идет эффект скрабирования. Это очень-очень плохо, потому что он может впитываться через самый большой орган нашего тела, это кожа. Это супер важно и актуально. Я нашла интересного блогера Наташу Артфул, которая изготавливает косметику сама, учит своих подписчиков это делать. Это очень просто, у нее все сделано из соды, уксуса, эфирных масел. Она не только рассказывает и показывает, как это все сделать, так же, как это применяется, что это действительно работает и это намного лучше, чем косметика, которую мы покупаем химозную, типа Санфор и многое другое. А так же она показывает, как сделать скраб, сварить мыло из подручных средств и с супер натуральными составами. Ну и, конечно же, бомбочки для ванн. Если вы такой же любитель, как я, то вы это оцените. Седьмая привычка это хранение в жестяных и стеклянных банках. Я отдаю предпочтение стеклянным банкам. Я храню от круп и до вот таких вот мелких бакалейных каких-то семечек и вообще специй именно в баночках. Я могу не только покупать их, а, например, оставлять. Вот у меня банка из-под джема из икеи. Я в ней храню тыквенные семечки. Это очень удобно. Позже я сниму эту наклейку, у меня никак не получается. Но она, в принципе, мне не мешает. И вот, например, я храню так сахарную пудру. То есть я стараюсь не хранить в пакетах, потому что там могут заводиться разные животиночки. У меня опыт есть с пластиковыми контейнерами. Почему я не принесла баночки для круп? Потому что они у меня из-под гранатового сока. Это выглядит, ну, мягко говоря, не очень. Хочу их заменить на икеевские красивые банки с пробками. Я уже присмотрела себе, какой размер, потому что бывает нескольких вариантов. И думаю, в скором времени обязательно это сделаю. Следующая эко-привычка – это выключать воду, когда вы чистите зубы или умываетесь. Знаете, как делаю я? Я вам уже рассказывала в своем видео об уходе за лицом. Наливаю раковинку, закрываю ее пробкой из-под ванны и затем начинаю чистить зубы и умываться этой водой. То есть я набираю сначала немного, чищу зубы, сливаю, набираю еще немного, закрываю и умываюсь. Это очень экономит воду, поверьте. Или когда вы моете голову в ванной, намылили, выключили, мылите, мылите 5 минут, включили снова воду, смыли, нанесли маску, также выключили. И потом это не только будет полезно для планеты, это сэкономит вам ваши же денежки, которые вы платите за потребление холодной горячей воды. Уж поверьте. Девятая привычка – это вторая жизнь старым вещам. Адавать вещи на переработку или тем, кто в них больше нуждается. Например, свои старые вещи я отвожу в питомники для собак, делать подстилки. Если им что-то не надо, я отвожу на переработку. Раньше отвозила в церковь, но сейчас почему-то вот как-то в церковь я не отвожу, а именно на переработку. Например, у H&M есть очень классная акция. Сдаете вещи, которые потом приобретают вторую жизнь. И у них даже в буклетах, и вообще на сайте можно почитать, как, куда идут эти вещи и что из них потом изготавливают. Это очень удобно. Но если говорить включение одежды, а, например, я недавно прибиралась и выбрасывала всякие разные статуэтки, подсвечники, которые мне дарили. Когда еще вот в 10 лет мне было, мы с подружками устраивали обмены в подъездах и менялись всякой ерундой. Я их просто раздала тем, кому они нужнее. Кто любит собирать вот это барахлишко. И так я очистила свой дом и порадовала других людей. Конечно же, они знают, что эти вещи не новые, но лучше так, чем я выкину на помойку. Кому-то они пригодятся и поднимут настроение, потому что они в очень хорошем состоянии. Не то, что выкидывать их жалко, нет, я бы их выкинула, но другим нужнее. Ну и, друзья, да, я уже заканчиваю опять этот долгий ролик, но я очень люблю долгие ролики. Последняя привычка это отказ от автомобиля. У меня есть водительские права, и им уже немало лет. Мне даже уже скоро их менять надо будет, через пару лет. И я не езжу на машине. У многих возникает вопрос, что, зачем ты тогда это сделала? Иметь водительские права и иметь автомобиль это разные вещи. Но водительские права я сдала тогда, когда оплата была супер минимальная. Я выучилась практически бесплатно. И могу ездить на машине и на механике, и на автомате. За 7 лет, пошел 8 год, я ездила 5-8 раз от силы. И я не забыла, как это делается. Просто меня это не привлекает. Если надо будет, я сяду, я поеду. Я уверена в себе, уверена в своих силах. Но, опять же, с точки зрения экологии, в семье одной машины мне вполне хватает. С учетом того, что наш город очень маленький, его можно пройти пешком, ну, за час от силы. Ну, может, полтора с нового района до конца города, до его основания, туда-туда. Я вообще, в принципе, люблю ходить пешком. Я за движение. Движение – это жизнь. Но если вы не любите ходить пешком, то вас спасет велосипед. А также, я думаю, что вы можете позвать себе такси. Я читала очень много разных исследований и проведенный опыт одним из блогеров, на которого я подписана, что за год использование своей личной машины обходится намного дороже, если вы будете ездить на такси даже по 5 раз в день, вызывая его туда-сюда. Будете ездить по городу. Это вам обойдется. Не знаю, как в нашем городе. У нас в городе дороговатое такси. И для такого расстояния, мне кажется, я даже в Москве меньше платила за расстояние, которое приезжало больше. Так вот, обслуживание машины – это ТО, колеса, смена резины. А если что-то случится, какие-то поломки, ремонты, постоянный уход, мойки, затраты есть всегда. И они в совокупности намного больше, если вы будете просто ездить на такси по своим делам в течение года. Я вам рассказала о первых 10 экологических привычках. Напишите в комментариях, что из этого всего у вас может и так принято в семье делать. А что вы бы хотели изменить. Мне будет интересно почитать. С вами была Кристина. Желаю вам хорошего настроения. Не забывайте, что для вас есть сюрприз в виде промокода на ZIDOBEC. Хорошего настроения. Чаще улыбайтесь и заботитесь о своем доме и природе. Пока-пока.